Я Иван Алёхин, рядом со мной господин Полихин, Виталий Исколков, вот, поэтому давайте представьте кто вы, откуда вы и начинаете презентацию, у вас три минуты. Дело в том, что я всю свою сознательную жизнь занимался организацией тех или иных проектов, направлений, как в социальном плане, так и в бизнес плане. Я предприниматель, ну по двух, но просто лет 15 я занимался активно бизнесом именно внутри компании. Последние 10 лет внедрял в управление бизнес-процессами эффективностью на базе одного из наших отечественных продуктов. За счет этого как раз среда, которая не асфортировалась, которой я активно занимался и развивался, сегодня как раз превратился в проект «Деловой заведник». Я непосредственно изменил подачу сегодняшней презентации. Да, дело в том, что мы как раз защищаемся непосредственно 30-го числа. Здесь, в Ассоциационном вечерном фонде, мы подавались и в федеральную программу и в местную. Итак, коллеги, я тогда расскажу про проект «Деловой заведник». Значит, мы непосредственно сразу отметили, как я уже говорил в самом начале, что наша задача – это развивать потенциал компетенции внутри компаний. Тех людей, которых мы сегодня называем практиками и которых мы приглашаем в этот проект, уже как предлагать свою студию, как именно эксперты, да, эксперты начали сети, и, соответственно, чтобы система сама определяла текущую компетенцию за счет нейросетей, она предполагала дорожную карту по развитию от определенного формата уровня и впоследствии обобщалась теперь уже как собственного ритуального человека. Значит, понятно, что стандартный механизм взаимодействия – это когда пользователь зарегистрирован и дальше непосредственно он уже как бы вставляет свой профиль и человек уже другой, в первую очередь заказчик этих услуг, его подбирает. Мы ориентируемся, естественно, в первую очередь на систему биллинга, которая будет предполагать взаимодействие именно по непосредственному взаимодействию с человеком. Я уже отключал две стороны. Значит, у нас есть люди, которые практикуют и за деньги, есть люди, которые помогают социально, потому что на этой площадке реализуют как раз пробу. И в этом ключе у нас уже функционал фактически будет состоять из сообщественных специалистов, практиков, скрининга, оценки компетенций, который мы совместно с коллегами образовательного класса развивали. Это будет образовательный модуль, который, опять же, будет профессиональный, тоже партнерный в том или ином виде. Модуль грейдов, оценок, отзывов, который будет помогать автоматизировать и поддерживать состояние текущего пользователя на уровне гемификации другого типа. Ну, система биллинга, как я говорил, и маркетинга. Значит, проблема, которую решает система, на текущий момент понятна. То есть отсутствует ресурсы. И, опять же, в этом случае можно предполагать и использование системы оффлайне доказало, что люди готовы двигаться на определенный срок. То есть не в штат, а подключая. Понятно, что это есть консалтинг большой, но мы говорим именно на час. И в этом случае достаточно гибко, мы позволяем, в общем-то, заказчику решать свой вопрос. Исполнителю, конечно, мы говорим, что формируют в экспертности все это дело. Поэтому наше решение, мы сейчас отметим, что формируют в ряду, в который как раз люди непосредственно начинают развиваться, обогащаться, переоблигаться. И в этом случае как раз и собственность система предполагает развивать и потом предполагать эти компетенции скачивать. Естественно, есть как бы прямые конкуренты, есть собственные конкуренты, которые мы с вами на рынке за этот год. Даже нескольких таких платформ возникло. Одна из них была в базе Сколково, в первом называется. Но это только представление экспертов. Понятно, что мы на следующий момент предполагаем такую картину, которая в нашем случае, где мы находимся, предлагает. Потом мы будем действовать, входить на уровень членов и корпоративных последствий. Целевая аудитория здесь тоже понятна. В любом случае, это в первую очередь. Но у нас еще раз отмечу взаимодействие между социально-ориентированным бизнесом социально-ориентированным НКО есть. И в этом случае ранние последователи – это как раз наш первый потребитель. Мы, понятно, факты организации консалтических услуг можем оставить на потом, потому что понятно, что он растет. Также мы берем здесь статистику эксперта. А факт тоже, какие подразделения тоже оставляем. Почему просто показываем, что дело в том, что мы действуем, как я уже отмечался, с обществами, которые есть профильные, а есть общего характера. Поэтому для нас это тоже было важно разделить. Ну и только стримы тоже, в принципе, как вы понимаете, смотрим и статистики, которые есть на текущий момент. И, в принципе, здесь можно методы посмотреть сверху. Почему? Потому что есть общество статистики и источников. Есть, соответственно, примеры, которые сами предполагают рассчитать. Бизнес-модель на данном этапе мы предполагаем из четырех составляющих. Почему? Потому что первое, конечно, это фремиум и платные подписки, соответственно, подключение к самой системе. Комиссия с транзакцией продаж, непосредственно когда система как-то определяла на уровне битинга, расчет производства. Рекламная модель и генерация с учетом того, что система определит текущие потребности и компетентные специалисты и предложит покупку или услугу образовательного класса. Ну, дорожные карты мы здесь тоже побежим. Если понятно, что да, есть ранние последовательные ресурсы, куда мы все это ведем. Так, у вас это тоже прошу прощения. Прогаем. У нас есть какой-то дискуссийный момент в части проработанных материалов в самом капитале, но у нас отсутствует, конечно, техническая компетенция составляется. Поэтому, когда начали искать партнеров, сначала это были просто партнеры технологические, но так как мы делаем акцент на нейросети, то у нас уже есть два типа проекта. Это софтлекс и компенсы, с которыми мы сегодня ведем переговоры. На данном этапе два человека в команде. Основатель в целом компании Мирас, проект Мирас, да? Ну, и как бы мой коллега Булат, который, соответственно, занимается оргвопросами и готовит все то, что вы сегодня красиво видите. Коллеги, в принципе, все. Вот что касается бизнес-моделей, то есть, например, человек, который заплатил за подписку, что он получает из функционала за это? Подписка. Подписка предлагается, в первую очередь, для моделей, когда компания непосредственно приобретает эту подписную модель, да, чтобы уже оплатить, соответственно, услуги. Ну, я имел в виду, в данном случае, как, в первую очередь, от юрлиц, чтобы подписка осуществлена была. Хорошо. Неважно. Юрлицо. Вот оно заплатило за подписку, да? Что оно получает? Зачем ему там присутствовать? Это в том случае, когда мы отмечали премиум-модель и подписку, это когда он использует функционал системы. То есть, есть пользователь, который заходит и, в принципе, может себя зарегистрировать, да, ввести. Если чтобы... Человек платит, там, 160 рублей в месяц за возможность зарегистрироваться и иметь аккаунт в этом сообществе? Нет, нет. Это когда непосредственно модуль скрининга его компетенций с последующим развитием дорожной карты. То есть, это именно топ-функционал. Регистрация бесплатная. В этом случае мы просто говорим о том, что у человека появляется возможность себя в этом состоянии. Он еще не деловой советник, он хочет вырасти. И он определяет, его система будет, естественно, скринить. И как раз вот за те возможности, которые она предлагает, и обучая внутри него предлагаемые эти курсы, она как раз вот эту... И в этом случае сколько примерно он будет вот месяцев платить? Сколько этот рост занимает времени? Здесь вопрос от чего зависит. От того, что, во-первых, настолько он там в этой площадке в обучающем формате. Ну и второе, то, что когда мы его договорим, модуль уже непосредственно используемый для консультаций, он, по сути говоря, дает заявку, запросы уже более высокого уровня. И просто эта подписная модель, она предполагает ему возможность вот отключения к этим вещам. То есть это зависит от его, то есть он сам выбирает себя эти решения. Здесь, поэтому, есть физики, есть юрики. Ну, более четче могу потом просто прислать, как мы это делаем. Тут как бы критерий основной, что система все-таки предполагает заработка первой, чтобы он не дистанции на системе биллинга, на системе подключения эксперт на звук, которые будут рассчитываться именно как цель, как продажи. Ну, то есть, еще раз повторяем. То есть, на площадку, он, в принципе, в качестве является советником. По сути, система для выращивания еще цель. И она снимает его консистенции. Дальше, чтобы стоять стандарт профилей по состоянию текущего положения дел, стандартов в отрасли, мы предлагаем вам вот туда и туда двигаться. У вас там есть вот еще модель монетизации, это комиссия с транзакцией. А что это за транзакции между пользователями? За что один пользователь платит другому? Да, да, да. Ну, смотрите, если говорить в целом вообще, как выглядит система, то мы предполагаем, а задача сейчас… То суть простая, работает не по факту, а именно, когда у тебя находятся деньги, то, соответственно, в момент запуска консультации, в момент запуска у тебя, соответственно, и как только у тебя система очистит непосредственно уже, какое время ты потратил, понятно, да, есть минимальный какой-то уровень, и система, соответственно, при этом она как бы на данном этапе эти деньги сначала замораживает, потому что качество и то, и другой стороны, да, это один из целей, в который мы тоже прорабатываем. – Смотрите, вы сейчас объясняете там механику работы, все основные детали. Вот очень просто. Человек платит другому за консультацию, правильно? – Да. – Транзакционная модель, она снимает 10 процентов. – Сколько он платит, допустим, за час консультации, или за что он платит? – Стоимость часа консультации – это представляет, естественно, по факту, потому что какая стоимость часа у него – это фокус, как дрогатива, не мы. Мы берем только свой процент. – Понятно. И сейчас вы уже сколько этим проектом занимаетесь, и какой у вас сейчас результат? У вас есть какие-то транзакции, пользователи, там, взаимодействие между ними? – Ну, смотрите, дело в том, что эта модель в чрезвычайне всегда существовала в офлайне. Я, как человек, у которого вот эта большая сеть и работающий бизнесом, постоянно вступал в роли этого советника, когда на меня идет запрос, и я подбирал их. Но я не брал за это деньги, у меня моя задача была другая. Учитывая, что мы только в этом году соответственно стали одной компанией, ну, как бы, как компания Мира, основную проработку мы сделали вот эти полгода. Сейчас у нас есть прототип, да, то есть прототип, который на первой версии. У нас есть соответствующие, как вы видите, расчеты, да, первичные планы. Но у нас, мы как бы в Гитаре, у нас отсутствует секс технологических. В нашей команде нет технологических партнеров, ничего. То есть система не еще работает. То есть мы непосредственно вот даже ту презентацию как раз для того, чтобы получить два гранта и соответственно попасть в СРС. То есть мы и там, и там принимаем участие. Пока самого проекта, рабочего прототипа существует. А у вас уже, значит, сайт ресурса есть? Можно что-то зайти посмотреть? Да, значит, сейчас, значит, вся система, которая представлена сегодня на сайте РАС, вот она, да? Видно же, коллеги? Значит, вот мой сайт, который непосредственно сейчас как промо-сайт включает картину. Вы наблюдаете как раз ту самую промо-клату нашего сообщества, где как раз есть разделение для бизнеса системы, да? И деловой советник – это один из блоков. Там я еще не проговорил про маркет-плейсы, которые тоже будут подтянуты. Потому что уровень как раз аудитории советников, его рейтингования, да? Он формируется с издавших источников. Если мы пойдем дальше на проект, то как раз проект деловой советник, о котором мы говорим, его лейтинг-пейдж, изначально самый, который мы создали, он вот здесь уже стоит. То есть вот существует, он есть. Изначально очень также сделан для того, чтобы туда отправлялись запросы и туда же приходили, кто хочет стать советником. То есть каждый день практически сегодня люди приходят, кто хочет стать советником, но запросы в основном почему-то пишут. То есть есть прототип непосредственно, да, на котором мы делали первую стадию нашу. Выглядит он так. Значит, сейчас коллеги. Вот. Значит, выглядит он стандартным образом, что, естественно, это, как я еще раз отмечу, учитывая, что мы сообществом с вами занимаемся и развиваемся. Это, естественно, форма регистрационная, которая позволяет уже непосредственно человека заводить туда, дальше все его данные вносить. И, по сути говоря, вот, да, то есть это проработанный блок, проработанный блок работ, который мы предполагали сделать изначально. Почему я говорю о изначальности? Потому что данные в первом этапе мы не собирались подключать ни в Нейроссии, мы не собирались не подключать обработку этих данных. Да, это вышло у нас, наверное, уже по двум причинам. Ну, во-первых, как бы учитывая, что все-таки клиент пошел в область того, что не просто там мы должны подбирать людей и экспертов, да, как бы мы сегодня это делаем, но и то, чтобы человек оставался в системе и ценности от системы была. Необходимо, чтобы он ее извлекал какую-то выгоду. И это как раз возможность, чтобы определить текущего состояния и выстроить ему карту, да, как бы их развитие. Это как раз вот на уровне этапа, как раз в Нейроссии. И вот в этом случае когнитивность мы как раз и предлагали и начали изучать более чем. Я вам просто отмечу сейчас вот, к примеру, карточку, да, там, ну, пользователь, да, там, или кого-то. Ну, видите, да, то есть как бы информация, есть общая картинка, есть блоги, ну, то есть все, что можно максимально узнавать и вытягивать из открытых источников к этому советнику. Это один момент, да. Уровень доферия, который мы говорили, должен быть, потому что, как бы, это, наверное, один из ключевых вопросов к этим людям. Конечно, изначально первых фактов это через обработку туличных форматов данных и открытых источников. Дальше, конечно, система реализирования, которую мы берем. Но, наверное, коллеги, у нас есть своя, как бы, экспертная работа, а есть коллеги, которые присутствуют в других сообществах. Они практики, эксперты, мы очень, как бы, взаимодействием и берем этих рядов. Даже, чтобы система выполнила браку именно с проверенными специалистами. Ну, вот это, как бы, промо, ну, я не буду сейчас, наверное, все показывать. Вот, в принципе, вот, как… Коллега, что могу сказать. Мне, как бы, с одной стороны нравится проект, с другой стороны, я понимаю, что, как бы, не мой, как бы, абсолютно продукт, потому что для меня тема, как бы, советников, наставников, она вообще очень, как бы, далекая. И я ее, ну, не сильно понимаю, когда какому-то человеку, взрослому, нужен, как бы, совет другого человека, ну, я не понимаю. Поэтому, в связи с этим, вот, ты мне можешь объяснить, это плюс или это минус? Я что-то вот не пойму для себя. В целом, есть западные аналоги успешные и, которые зарабатывают деньги именно на том, что, значит, связывают тех, кому нужны какие-то наставники, да, как вы говорите, деловые советники и тех, кто, соответственно, там, готов дать какие-то советы, но при этом ценит свое время, да, поэтому, вот, в целом, монетизация этого достаточно такой важный процесс, потому что, во-первых, вот, будучи, например, ментором различных проектов, люди, когда, там, просят о встрече, что-то общаемся, очень часто они даже не готовятся, да, потому что все это, там, ничего не стоит, и многие встречи заканчиваются тем, что люди говорят, ну, вот, как бы я, вот, хотел понять, вот, есть какие мысли, значит, твое фото, можно как-то, там, значит, определиться или нет, значит, и поэтому, в целом, когда человек платит за какую-то, значит, менторскую сессию, он, во-первых, пытается выжать из нее по максимуму, готовится максимально к ней, вот, и поэтому она получается максимально конструктивной и продуктивной для всех, почему обычно, например, вот, инвесторы точно часто встречаются с разными проектами, менториатах, потому что, в целом, очень часто из этого выходят интересные проекты, интересные инвестиции, поэтому все равно приходится этим заниматься, неважно, там, за деньги или бесплатно, но, конечно же, когда человек понимает, что у него, там, не будет второго шанса, или второй шанс будет, но это, как бы, дорого, и время лучше не тратить, готовиться к этому лучше, и это для всех продуктивнее. Значит, да, есть российские проекты, это сайт «Эксперум», кстати, нашего выпускника бизнес-школы Сколкова, значит, Евгения Орионова, и, в целом, они достаточно активно ведут сейчас маркетингу деятельность, поэтому, но здесь, в общем-то, рынок еще не сформирован, и поэтому такая платформа, например, окажется, там, наиболее популярной, востребованной, самое главное, там, качественной с точки зрения и контента, и спикеров, и с точки зрения, там, соотношения стоимости и ценности, конечно, там, покажет время, но, в целом, конечно же, учитывая, что, например, тот же «Эксперум» находится уже на стадии, когда он работает, и люди делают менторские сессии, да, значит, то ваш проект на уровне, когда вы показываете нам, в целом, определенные шаблоны, которые вы планируете заполнить как-то, значит, в сайт упаковать, в общем-то, пока мы видим, что есть преимущество «Эксперума», потому что здесь очень важно понять следующее, что, в целом, на меньшином рынке, и это не моя фраза, но она мне очень нравится, значит, то, что не большая рыба ест маленькую, да, а быстрая и медленную, вот, и в целом тот, кто движется быстрее, тот, кто, значит, пытается, и у него это получается, допустим, за меньшее количество времени сделать больше, с меньшими деньгами сделать больше, тот, в итоге, и выигрывает. Поэтому, в целом, я думаю, что, конечно же, там, победит, в данном случае, учитывая, что это все-таки венчурные все проекты, да, учитывая также аналоги на Западе, не, там, сильнейший, а быстрейший, да, поэтому, в целом, остается пожелать удачи и, соответственно, там, Иван, есть какие-то еще рекомендации? Ну, у меня рекомендации нет, я поэтому не понял, что, как бы, это, как-то привык с тематиками готовые продукты, а это не гипотеза, я правильно понимаю, то есть это пока лендинг такая гипотеза, правильно? Ну, да, нет. Не совсем, коллеги, смотрите, можно чуть-чуть добавить? Во-первых, здесь модель отличается от того, что мы, смотрите, мы, конечно, эту форму работы нашей, да, деятельности, как и многие другие, конечно, всегда вели в протяжении многих лет, мы ее просто отсекровали. Единственный вопрос, что здесь, в отличие от подбора экспертов практиков, да, и менторов-наставников, мы делаем четко, четко акцент на то, что пользователь системы непосредственно, да, не выступает в роли делового советника как такового, он отличает от системы непосредственно, да, анализ своего текущего состояния и на основе, как бы, дальнейших данных развивается для того, чтобы стать уж тем же самым деловым советником, да, и в этом случае как раз вопрос идет о том, что задача, как бы, не просто собрать активность, да, экспертов, консультантов, а наоборот, немножко от другого. Мы, как в обществе людей, в первую очередь, работающих с проактивными, социально-ориентированными людьми, эту, как бы, тенденцию давно заметили, что этих людей надо правоподобие развивать, они готовы делать невозмездно, где-то, наоборот, за деньги, в том случае, как долг доходов. Ну, и тенденция понятна, что это, как бы, это, как бы, слово «достойная среда», где ты можешь выносить человека в том случае. Я сам веду проект, я создаю актуальные советы директоров, я подбираю людей, да, но, опять же, там, на Дальнем Востоке запрос один, там, да, и там, ну, там, Камчатку там собрали человека, где-то совместили. Я, как бы, веду просто к тому, что у нас более такие, можно говорить, бизнесовые жизненные цели, конкретно, да, когда я не ищу информацию в поиске, я нашел человека, буквально, да, получаю решение, а дальше решаю, что с этим человеком будет. Мы также проговорили, например, с Headhunter, как компании, которые, в принципе, тоже, да, предлагают, например, там, выбрать внутри себя такие сервисы, потому что есть некий объем экспертов, как их использовать, как развивать эти компетенции, в них были такие же применения. Ну, я просто к тому, что отличается сама по себе некая структура, и если вы еще раз на нашу карту, это лишь один из сервисов, как-то, да, понятно, что я не могу обо всем говорить, но суть простая, человек получает возможность расти, да, за счет того, что он в этой системе. Естественно, с ним занимайтесь все образовательные учреждения, в отсутствии от того, что здесь менторы все готовы. Коллега, мы это поняли, коллега, сейчас по кругу начинается, коллега, мы вас поняли, это по кругу. Ну, понятно, смотри, давай я делаю следующим образом. Значит, то, что Виталий сообщил, то есть здесь все понятно. Давайте, я вас приглашу на стартап-шоу, посмотрим, что скажут еще эксперты. Светлана, подробности, участие, сроки, там, стоимость, как бы узнаете у Дарьи, поговорить с ней, и да пребудет с вами сила. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Я хочу сказать о том, что партнером стартап-шоу Challenge Tour является общественная организация «Инновационная Россия». Дорогие друзья, если инновации, технологии, создающиеся в России вам близки и интересны, то welcome, присоединяйтесь в наши ряды. Подробная информация в описании, разумеется, на сайте startupshow.pro. Если у вас, у ваших друзей есть крутые, супер крутые стартапы, и вы хотите их нам презентовать, то, опять же, ссылка в описании, заходите на сайт startupshow.pro, заполняйте, присылайте ваши проекты, и я с моими друзьями, моими коллегами разберем их. Лучшие, напоминаю, поедут на стартап-шоу в Дубай. Обязательно ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте своим друзьям о том, что мы существуем. Если у вас есть реально крутые стартапы, заходите на startupshow.pro, заполняйте нашу анкету. Мы будем рады рассмотреть любые ваши проекты, и знайте, что только на нашем канале развивают цифровую экономику. И только startup show является шоу о стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России. Будем рады вашим комментариям. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok